Дорогие братья, сестры, друзья, зрители, мы пережили очередное 23 февраля, день, когда россияне праздновали День Защитника Отечества, а чеченцы и ингуши вспоминали своих отцов, матерей, дедов, бабушек, погибших в страшном акте геноцида, устроенном советской властью в 20 веке. Величайшая трагедия этого века, которая, к сожалению, постигла наши народы. Трагедия, которая, преступление, ставшее для нас трагедией, унесшее жизни третий, как минимум третий, всех наших, двух наших народов, и оставившую великую рану в душах и на сердцах наших, выживших тогда людей. К сожалению, мы сегодня не можем, как надо, как того бы следовало, вспоминать, отмечать как-то этот день, отмечать, я имею в виду, в плане траура, вспоминая ушедших наших отцов, матерей. И, к сожалению, мы не имеем такой возможности, мы находимся на чужепине, мы делаем то, что в наших силах, мы где-то публикуем, где-то кому-то что-то пересылаем. Это то, что мы можем, как минимум мы должны стараться сделать так, чтобы следующие наши поколения знали об этой трагической дате, об этом преступлении, совершенном в отношении наших народов. И делать так, чтобы мы сами этого тоже не забывали. Это то, что у нас в наших народах называется Тезет, то есть похороны. Это вот такой день, это наш Тезет. Это непростая какая-то дата, когда умер там один человек, два, это треть нашего народа погибла, остальная часть пережила просто страшные муки. Это было великое потрясение для наших народов. До сих пор в Чечне нельзя было как-то вспоминать ушедших, говорить об этой трагической дате. За это у нас пострадал Руслан Кутаев, который осмелился тогда собрать этот круглый стол, некую конференцию и заявить, что наши народы не несут никакой ответственности за то, что произошло. Что это целиком и полностью на совести советской власти, той самой империи, преемницей которой сейчас является Россия. Это именно преступление. За это Руслану Кутаеву тогда подбросили наркотики, его осудили. Почему это было сделано? Потому что Рамзан Кадыров официально тогда запретил как-то горевать в этот день, вспоминать наших ушедших. И в этот день нужно было праздновать, так как это государственный праздник в России. Кадыров тогда даже делал вот такие очень кощунственные заявления. 23 февраля, хотя мы сегодня празднуем, мы должны праздновать у нас, мы живем в правом государстве России, это выбор нашего народа. И все равно мы говорим и заявляем всем, это были наши ошибки, ошибки нашего народа и выселения, и первые. Это были наши ошибки, говорит Кадыров, и то, что нас выселили, и войны, которые у нас были. То есть ответственность он возлагал на нас, на наш народ, а не на Советский Союз, не на империю, которая нас тогда колонизировала и решила таким образом наказать весь народ. Кадыров публично говорил о том, что мы не можем осуждать эту империю, мы теперь должны возлагать эту ответственность на себя и праздновать в этот день. Руслан Кутая тогда осмелился этому воспротивиться и за это очень серьезно был наказан, его посадили, осидел 4 года, сейчас Аллаху находится на свободе. И вот в прошлом, по-моему, году вдруг в Чечне снова разрешили в эту прискорбную для нас дату вспоминать ушедших и как бы и праздновать одновременно. Но уже какие-то официальные мероприятия появились, где государственные чиновники, российские, чеченского происхождения, они что-то об этом говорили, какие-то соболезнования выражали и прочее. И вот это 23 февраля тоже не стало исключением. Магомед Даудов, председатель Кадыровского парламента, выступил на мероприятии. Они сейчас перенесли, у нас был мемориальный комплекс, который был создан при Дудаеве. Это был как раз мемориальный комплекс в память жертв депортации. Его тогда, недавно при Кадыровской власти, его оттуда перенесли, сделали какую-то кашу, оттуда какие-то могильные плиты в перемешку с какими-то кадыровскими погибшими их сотрудниками. Вместе это все поставили на площади перед мечетью. И в этот день они как-то всех вспоминают по их логике. И вот у этого мемориального комплекса 23 февраля в этом году собрались кадыровцы, но без самого Кадырова. Сам Кадыров находился с очень срочным визитом, с командировкой в Дубае в это время. Поэтому он не смог присутствовать на траурном мероприятии. И он отправил послание. Послание, которое зачитал Магомед Даудов. Давайте послушаем. Начиная мероприятие, председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов зачитал обращение Рамзана Кадырова к народу. Уважаемые соотечественники, сегодня одна из самых печальных и трагических дат в истории чеченцев и ингушей. 77 лет назад по приказу проклятого всеми народами Иосифа Сталина, наши народы стали жертвами выпиющего бесчеловечного преступления. Массовой высылки в Сибирь и Казахстан. Мы всегда будем помнить о жертвах той ужасной трагедии и будем молить Всевышнего Аллаха о лучшей доле для всех, павших от сталинского произвола. Я вспоминаю погибших, Кадыров говорит в своем послании, я вспоминаю погибших и молю Всевышнего о нашем будущем, о просветании и так далее. И самое, что циничное и удивительное в этом деле, это то, как в это время, в это самое время, 23 февраля, Кадыров молил, оказывается, Всевышнего и как он вспоминал тогда усопших. Вот, например, кадры из Дубая. Здесь Стас Михайлов поет песню для Кадырова. Из-за того, что там музыка, я убрал звук. Я поэтому спою вам то, что здесь поет Стас Михайлов. «Лишь для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя восточные поляны, лишь для тебя» поет здесь Стас Михайлов. Вот таким вот образом Кадыров в это же самое время, пока Стас Михайлов поет эту свою знаменитую песню, Кадыров в это самое время, видимо, молит Всевышнего о благополучии для нашего народа и вспоминает наших ушедших. Если вы, как и я, подумали, что нет, наверное, это не 23-го точно он это делает, может быть, это за несколько дней до этого было, навряд ли он стал бы 23-го вот так веселиться. Самое удивительное, что я тоже думал так, как вы, я тоже не мог предположить, я не думал, я знал, что он как бы абсолютно человек, отрешенный от наших проблем, он абсолютно не отождествляет себя с нашим народом, он абсолютно не печалится 23-го февраля. Скорее всего, его отцы уже тогда были НКВДшниками и их вряд ли постигло то, что постигло наш народ, хотя его отец был рожден в Казахстане, в ссылке, как считается. Но я думаю, что там все не так просто. С тех пор еще ребята работают. Поэтому я понимаю, что ему абсолютно плевать на нас, на всех, на нашей трагедии. Но я думал, что в принципе он хотя бы для какой-то видимости вот так веселиться 23-го он не будет. Вы не представляете, как я ошибался. Дело в том, что его-то выдали вот эти вот фотографии. Сам Стас Михайлов, видите, выложил у себя в Инстаграм, это его страница. И вот эта вот некая гусарыня и водка, я не знаю, кто она, она вместе с Кадыровым тоже была на этом мероприятии, для них пел Стас Михайлов. И они все, они оба, значит, выложили эту публикацию 23-го февраля. И здесь прям конкретно, допустим, Стас Михайлов пишет, что отметили 23-е февраля с героем России Рамзаном Ахматовичем. Особенный вечер сегодня, говорит гусарыня. 23-е февраля с праздником, дорогие мужчины. Они отмечают, вы понимаете, в это самое время, когда Кадыров отправляет это послание письменное, чтобы Даудов его зачитал нам, нашему народу всему, да, как он переживает, как он там молится Всевышнему за нас. Потому что уважительная причина, он не может присутствовать, он должен был как бы быть с нами в этот момент, он не может, он находится в командировке. Поэтому он написал это послание. И подразумевается, что он, будучи там, он скорбит, ему не до веселья. Но в это же самое время он отмечает 23-е февраля вместе с Тимоти, Стасом Михайловым, вот этой вот гусариней и еще целым рядом лиц. Это очень хорошо демонстрирует то, как они вообще к нам относятся, насколько Кадыров, его род, вот эта его фамилия, насколько они вообще причастны к нашему народу, насколько им есть до этого дела, до наших трагедий, до наших радостей и прочего. Циничность просто зашкаливает. На мой взгляд, хотя бы нужно было иметь немного стыда, чтобы хотя бы для видимости не гулять в этот день, хотя бы имитировать какую-то озабоченность тем, что произошло. Но нет, ведь вы понимаете, что он сделал? Это представьте себе вот аналогию, что у нас, допустим, умер там дома, мы находимся где-то по срочному делу, например, не можем вернуться, а у нас дома умер отец, мать, там, братья, вся семья умерла. Огромная трагедия у нас дома, и там у нас похороны, вот это ТЗ. И в это время, из-за того, что мы не можем там находиться, у нас какая-то очень уважительная причина, нет, может, документов там, не можем, в общем, попасть домой. И мы посылаем некое послание, видео, аудио, письменное, посылаем, чтобы там это было озвучено, что я здесь, я не могу сейчас с вами там находиться, но я вместе с вами, я здесь скорблю, я опечален, я переживаю. Мы отправляем вот такое вот послание, а в это самое время мы со Стасом Михайловым поем песни, танцуем и развлекаемся. Вы представляете, насколько это цинизм, это насколько надо просто быть бесстыжим мерзавцем, чтобы так себя повести. И хочу обратить внимание на еще одного товарища с этого мероприятия, это какой-то кадыровский директор департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации, главы и правительства, по-моему, вот так, в общем, очень длинная должность, у человека зовут его, Аслан Абдулаев. Послушайте, что он сказал на это мероприятие, на чеченском я потом переведу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь он приводит слова Халида Минвалида, когда наступают трудности, точнее, когда приходит ночь, появляются звезды, а когда наступают трудности, то появляются достойные мужчины, то есть смелые, отважные, достойные мужчины. И вот эти слова, на самом деле, это то, что против них, они полностью противоречат этим словам. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на ту методичку, по которой он работает. Сначала подлизнуть Кадырову-старшему, затем подлизнуть Кадырову-младшему, затем сказать что-то плохое о влахабизме. Такая вот у них методичка. Он изначально выходил с этой методичкой, то есть он знал, что ему нужно будет сказать какие-то общие слова о произошедшем 23 февраля, затем обязательно подлизнуть старшему, подлизнуть младшему и выругаться на так пресловутый вахабизм. И вот здесь вот те слова, что он привел, когда пришла трудность, как раз таки в этот момент трусость вот этого восхваляемого тобой Кадырова-старшего и Кадырова-младшего, вот тут она и выявилась. Как раз таки они-то не смогли пережить эти трудности, как их пережили Масхадов, Басаев, Гелаев и другие наши лидеры, предводители. Он не смог это так пережить достойно, подняться в горы, сидеть в блиндажах, в окопах, воевать. У него не хватило на это мужества. Ведь эти слова, сказанные тобой, они как раз полное противоречие вам. Как раз таки, когда пришла вот эта трудность, когда пришла война, тогда-то вы и не смогли, вы и не выдержали. Те, кто выдержали, те, кто смогли, они ушли на этом пути, ни на минуту, не повернув, не посмотрев даже назад. А тот, кого ты восхваляешь, он как раз таки не смог. Когда пришла эта трудность, он просто перебежал на сторону врага и стал вместе с ним уничтожать свой народ для личного комфорта, тем самым получая звезды, награды и деньги от России, от врага, напавшего на нас. Поэтому эти слова, сказанные тобой, процитированные тобой, точнее, слова Халида бен Валида, это слова против вас. Это то, чему вы никогда не сможете соответствовать. Это тот человек, сказавший эти слова, он был действительно мужественным, достойнейшим человеком. Да будет доволен им Аллах. А вы являетесь полной противоположностью этому человеку. И вот кощунственное то, что он в конце говорит, восхвалив Кадырова старшего, младшего, он говорит, что самой большой проблемой, угрозой, точнее, угрозой для этого мира, для нас, является не советская власть, а ваххабизм, он говорит. И это, он говорит, 23 февраля, это очень важно, внимание на это уделить. Обратите, посмотрите, 23 февраля, в день, когда советская власть совершила преступление, акт геноцида против всего нашего народа, он в этот день говорит, что эта советская власть, она не является такой угрозой для нас, как ваххабизм. Ваххабизм, пресловутый какой-то ваххабизм, который никуда нас не выселял, никого из нас никогда не убивал, на нас не нападал, никаких бед непосредственно от так называемого ваххабизма у нас никогда не было. Если даже прибегнуть к их толкованию того, что произошло, то так называемый пресловутый ваххабизм, они на него возлагают ответственность за начало войны, что якобы они спровоцировали эту войну. Но спровоцировать и непосредственно убивать, угнетать, это совершенно разные преступления. Как можно было сравнить этот пресловутый ваххабизм, так ненавидимый вами, сравнить его вообще с советской властью? Я вспоминаю слова некоторых моих знакомых в Чечне, когда я еще был дома. Я помню именно про этого Аслана Абдулаева. Говорили, он хороший брат, они мне говорили. Нет, нет, Тумсон, он хороший брат. У него правильные убеждения, акидов у него правильное. Он просто шифруется, он не может говорить как есть. Но ты обрати внимание, он не говорит то, что говорят другие, он не лижет им там. Он какие-то преступные заявления не делает, говорили они. А я тогда говорил, что он такой же, как и все, как и все остальные муфтиятовские моллы. И посмотрите теперь, во что превратился ваш Аслан Абдулаев, о котором вы так хорошо когда-то высказывались. Все они, все они одинаковые, все они друг другу братья. Человек порядочный, человек с правильными убеждениями, как вы говорите, с правильной ахридой, никогда не будет частью кадыровского муфтията. Никогда. Их разница лишь в том, кто больше преступник, кто меньше. Кто в большей части нечистота, а кто в меньшей части. Вот это вся разница. А все они однозначно являются преступниками и нечистотой. Субтитры создавал DimaTorzok